Петр и Иоанн Он исцелился И все вокруг побежали смотреть на чудо Можете представить, что было бы, если бы сегодня такое было То есть, как мы хотим чудес Это крутой метод для благовестия Но если мы будем имитировать чудеса То грош нам цена Господь дал им тогда Олывай, чтобы он нам тоже давал Но имитация она ни к чему не дает Потом есть такое разочарование Что ты не знаешь, как выпутаться с этого Но К ним пришли и стали спрашивать Что это, что это, что это, что это И тогда Петр Стал говорить людям Мы верующие Ради имени Ешо Бог дал нам силу А этому человеку дал Способность Принять от нас Эту силу Тут оно названо словом Вера По этому вопросу есть много разномнений Но я вам просто хочу сказать, что в священных писаниях Чаще всего, когда мы по-русски читаем Вера Используется слово Они доверяли Богу Быть Батуах Льет Батуах Потому что часто, когда харизматически Истолковывается вот это слово Вера Истолковывается как некое что-то Что в нас же на волосы поднимает И вот ты только дотронешься до чего-то И их там током Или этим, или этим На самом деле это не священное писание Доверием Авраам сделал то Доверием То есть Научиться доверять Богу Пару недель назад я учил в шаббат Что в иврите слово Вера Доверие И истина Это однокоренные слова Которые строятся на слове Эмуна Неиманут И Эмет И настоящая вера Что значит быть верующим Это доверять Истинам Священного Писания И придерживаться их В нашей жизни Это настоящая вера И тогда Бог Может проявлять Элементы чудес Кому-то дано больше Кому-то дано меньше Но если кому-то дано меньше Это не значит Что ты просто Замороженный Неверующий человек Написано И Лидером Филадельфийской Общины Скажи так Вы Имеете Немного силы То есть Не так много чудес Но Поскольку вы держитесь Верно Истины Я проведу вас Через годину искушения Мне очень нравятся эти слова Наверное потому что у нас Немного чудес Доверие 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 Нам в русском языке Сложновато Вот Потому что Само слово Доверяем Доверяем Его Авраам Доверял Господу И вот это то О чем здесь Петр говорит И он говорит Доверяю В этом человеке Что-то произошло Но вот сейчас он говорит И потом он вдруг Начинает Говорить лидерам Израиля Я читаю Третья глава И С пятнадцатого Стиха Петр Начинает Обличать Израильтян Он говорит Вы Говорит Четырнадцатый стих Вы от святого И праведного Отреклись И просили Даровать вам Человека Убийцу Про что говорится Про суд Который там произошел Над Иешуа И над Барнавой Пару недель назад Мы смотрели здесь видео Как Ортодоксальный раввин Рассказывал Что Кто учинил суд Над Иешуа Группа Саддукеев Он назвал их Коррумпированной сектой То есть даже признают Сегодня в ортодоксальном Иудаизме И Павел И Петр В другом месте Еще говорит Вы по неведению Это сделали Друзья То есть вы Вы просто Но так было Так было предписано А начальника Жизни убили И вот он говорит Сего Бог воскресил Из мертвых Чему мы свидетели И ради веры Во имя его Имя его Укрепило этого человека Он исцелился И дальше он говорит Начинает Смягчать свой тон 17 стих И Петр говорит Израильтянам Евреям Стоящим вокруг И он говорит Впрочем Я знаю Братья Что вы Как и начальники Ваши Сделали это По неведению То есть Если бы вы знали Вы бы так не поступили Но вам задурили голову К сожалению Такие вещи Частяком бывают Целые нации Часто Просто Дурят их Это называется СМИ Средство Массовой информации Запускают Какую-то пушку Начинают ее Муссировать И после этого Непонятно Кто за что И тут люди Просто на ура Начинают Я вот сейчас В фейсбуке Наблюдаю Как братаны Которые Руководили Самыми Сильными Конференциями В постсоветском Пространстве Вдруг разошлись По две стороны Баррикад Мы за Украину Мы за эти Там По всей видимости Политики Раскручивают Свою монету И Люди Нечестные И они Сумудрились Столкнуть Даже Тех Которые Когда-то Плечом К плечу Шли К сожалению То есть И вот здесь Подобная Ситуация И он Говорит же 18 стих Бог же Как предвозвестил Устами всех Своих пророков Пострадать Машеху Так и исполнил То есть это было Предначертано Окей Было Было И так Покайтесь Обратитесь Чтобы загладились Грехи ваши И вот здесь 20 и 21 стих Ключевые Да придут Времена Отрада От лица Господа То есть От Бога И да пошлет Он вам Назад Ишуа Машеха Почему он должен Послать назад Ишуа Мессию Кто-то знает Почему Нет При чем тут Захария Только одну Главу Две главы Раньше Что случилось Ишуа Он вознесся На землю На небеса Он исчез С их лица И они говорили Куда Что А он говорит Он вернется К вам Он пошлет Его вам Назад Он явно Придет И будет С вами Но он Говорит Которого И он говорит И он говорит Которого Небо Должно было Принять До времен Здесь по-русски Написано Совершение Всего На иврите На греческом языке Там явное слово Исправление Исправление Всего Чтобы Как говорил Бог Густами Всех своих Святых Пророков От века То есть К сожалению Очень много Людей Вот эту вот Картину Которую Пророки Говорят Они никогда Ее не видели Сильные Верующие Люди Проповедующие За веру За пророчество За праведность За преодоление Грехов А вот есть Картина В которой Мы участвуем Произошла Деградация Людей Человечество Оставило Перевосходный Путь Бог допустил Это Он знал От начала И как Сегодня Было Замечено Очень правильно Поэтому Машех Был Распят До сотворения Мира Потому что Знал Господь Что человечество Уйдет Мы конечно За голову Хватаемся Почему Почему Ты Адам Сделал Это Кто Когда Нибудь Вот Таким Возгласом Не говорил Есть Здесь Кто Кто Не говорил Так Ну Есть На пару Человек Я Я Говорю Слушайте Люди Я часто Говорю Когда Особенно Проблемы Боже Почему Ты Допустил Что Адам Упал Все Все Было Но Бог Допустил Это На самом Деле Если Мы Смотрим В Писаниях Есть Такие Фразы Которые Напоминают Римлянам Восьмую Главу Написано Ибо Все Содействует Ко Благу Избранным Богом Есть Какой То Сверх Тох Нит Который Учитывает Наши Страдания И Все Это Но Потом То есть Мы Дошли До Дна Но Бог Включает Исправительные Моменты Чтобы Все Это Исправить И Чтобы Человечество Опять Насладилось Той Позицией Которую Ее Призвал Бог Один Из Человечества Уже В этой Позиции Его Имя Ешуа Написано Он Поставлен Начальствами Властями Он Поставлен Царем Царей Но Там Написано Что Мы С ним Сидим Там Хоть Мы Это По сути Не Переживаем В большинстве Случаев Но Человек К этому Призван Восстановление И Если Мы Разбираем Священное Писание И Умеем Читать Срочно И Подстрочно То Мы Видим Что Бог Избирает Человека Авраама Чтобы Им Или Его Народом Исправить Весь Коллапс Который Случился Вот Почему Мы Верующие В Израиле Должны Говорить Господи Вау Ты Меня Сделал Частью Этого Народа На самом деле Язычники Уверовавшие В Ешуа Тоже Так Должны Говорить Потому Что В Ефесянах Написано И Прилепил Их К Израилю Чтобы Вместе С Израилем Быть Этим Господа Чтобы Мир Был Исправлен А как Он Нами Может Быть Исправлен Мы Здесь Люди Все Простоватые Я Уже Сказал Как Держись За Истину Не Важно Какой Ты Та Истина И те Плоды Которые Ты Оставляешь После Себя Богом Будут Использованы Намного Мощнее Чем Любые Силы Этого Мира Поэтому Павел Пишет Коринфян Постыжу Мудрецов Юродством Есть люди Такие умные Которые Когда Разговаривают С нормальными Людьми Нормальные люди Их даже Не понимают Я думаю Что некоторые Из нас Попадали В такие Ситуации Это Это не Обязательно Должен Был Врач Или Физик Просто Человек Начинал Говорить Каким-то Языком И ты Так Что Он Говорит Но Бог Говорит Держись За простую Истину Плод От этого Будет Настолько Мощен И Эффективен Что Он Просто Не Поддается Воображению Стой За истину Ты Увидишь Что Хоть Часто Ты Проходишь По жизни Через Самую Массу Разочарований Ты Даже Думаешь Я Так Прилагался А у Меня Не Получилось Я Пытался Моего Ребенка Удержать В Вере Я Пытался Быть Добрым Свидетельством Своему Жене Мужу Я Пытался Я Молился За этого Человека А он Все равно Ты Не Знаешь Конца Ты Не Знаешь Конца И В Один День Все Это Может Так Расцвести Что Плод Будет Просто Невероятен Невероятен Мы Видим Подобные Примеры Священных Писаниях Не Раз И Не Два Яков Сколько Детей У него Было Двенадцать А Тринадцать Один Один Усыновленный Ну ладно Ладно Я говорю Про Сыновей Ладно Может быть У него Было Еще Дочери Мы Не Знаем Просто Одина Отличилась В одном Примере Не В этом Дело У него Было Двенадцать Сыновей У Него Было Как Минимум Как Минимум Три Четыре Эксцесса Со своими Детьми То У двоих Сорвало Голову Они Объявили Войну Государству Помните Леви И Шимон Пошли И учинили Резню В Любимом Нам Городе Шхем Мы Читаем Про Рувима Рувен Он Решил Заиграть С Наложницей Своего Отца Помните Эту Историю То есть Крайне Это что-то Звонит Он Решил Заиграть С наложницей Своего Отца Ну Как бы Крайне Не катит История Потом Иуда Целая У него Там Эпопея С этой Фомарь Он ее Сжечь Хочет Он сам Виноват Он ее Сжечь Хочет То есть Вещи Нехошерные Вообще Потом Они дошли До того Что они Своего Младшего Брата Продают То есть Ну Крайне Некрасивые Истории Мы читаем Что Эти Двенадцать После Всех Перепитий Возвращаются Собираются Становятся Монолитом Становятся Основой Израиля И до Такой Степени Господь Почитает Каждого Из этих Двенадцати Что Даже В небесном Иерусалиме Их Именами Названы Врата То есть Я Я говорю Вам Что Мы Не Знаем Может Яков Даже Не Мечтал В ту Сторону А может И Мечтал Знаете Почему Может Мечтал Потому Что Помнил То Что Бог Клятвенно Сказал Его Папе Его Деду И Этот Момент Меня Очень Сильно Всегда Радует И Смущает Бог Написано Поклялся То есть Я вообще Вот этот Момент Клятва Творца Человеку Не могу Понять Сейчас Одну Секунду Клятва Творца Творению Не могу Понять У меня В руках Очень Хороший Инструмент Называется Айпед Ну Планшетка У многих Из вас Есть Или айпед Или планшетки Классная Штука Ну Вот я Купил Наверное Лет 4 Года 4 Назад Очень Доволен Хоть он уже Старенький Отлично Все Легко Классно Но Стоил В свое Время Не так Мало Денег Но Кто-то Может предположить Что Я Поклянусь В вечной Любви Вот этой Штуке Да это Абсурд Если он Начнет Глючить Да Об угол Его Разобью И новый Куплю То есть Творец И творение Человек Сотворил Это Он поклянется Этой машинке Но Написано Ибо Поклялся Бог Аврааму Написано В нескольких Местах Писания Мною Клянусь Говорит Господь Как Ты Решился На Это То По сути Он Говорит Твои Люди Будут Моим Уделом В других Местах Писания Написано Никто Не похитит Вас Из моей Руки Не Оторвет От Меня Возможно Эти Слова Очень четко Согревали Иакова И он Сожалел Что все Вот эти Перепития Его дети Проходят По жизни Но он Знал Конец Их Все равно Будет Славным Потому Что Бог Поклялся Его Дедушке Что Все Все Наследство Авраама Будет Уделом Господа Поэтому Евреям Физическим Потомкам Авраама Очень важно Вот это Обетование Эту Клятву Удерживать Зубами Удерживать Никто Пускай Вас Не разочарует В этом Вы Его Удел И он Приложит Все Даже Если Вы В страшном Отпадении Написано Ибо Пошлю Это Уже Павел Цитирует В рименом В 11 главе Я Пошлю От Сиона Избавителя И он От себя Израиль Отведет Нечестие И Это Также Касается Нееврейских Потомков Авраама Потому Что Авраам Было Сказано И Несей Народ Сделаю Твоими Детьми Ефесянам Там Написано Очень четко Прилепились К обетованиям Израиля Чтобы Наследовать Ту же Самую Штуку Удел Господа Никто Не похитит Тебя Очень Многие Людей Любят Заниматься Судопроизводством Этот Спасен Этот Нет Этот Да Этот Нет Этот Да Этот Нет Этот Да А кто Ты Такой У Тебя Что Рентген Есть В глазах Ты Как Можешь Рассуждать Бог Знает Кого Спасать И Он Знает Как Спасать И Если Ты Не Знаешь Как Спасать Он Знает Как Спасти Потому Что Ты Думаешь Что Только Нужно На коленях Приползти Кафедре И Произнести Господи Прошу Тебя Помилуй Меня Бог Знает Человека На рабочем Месте И Не знаю Где Во Сне На Его На Горе В Лифте В Душе Не Знаю Где Под Машиной Когда Он Колесо Меняет Может Проговорить И Просветить И Спасти И Отвратить Нечестие Ешуа Через Ешуа Написано Ибо Аксиона Придет Им Спасает Он Но Как Не Нашего Ума Дел Продолжение следует